В эфир телеканала Хабар 24 заступила дневная смена. Я Каиржан Смогулов. Здравствуйте. Итак, сегодня завершился срок выдвижения кандидатов в президенты Республики Казахстан. На данный момент известно о восьми претендентах. К уже известным прибавились Салтанат Тосымбекова, Жуматай Алиев и Хайрула Габжарилов. Причем о последнем стало известно буквально около часа назад. У тех, кого Центральная избирательная комиссия признала и признает соответствующими всем требованиям, впереди сбор подписей, предвыборная агитация и собственно само голосование 20 ноября. Так что осталось менее 40 дней. Насколько кандидаты и общество готовы к этим этапам? Давайте обсудим. И на прямой связи с нашей студией сейчас находятся. Динара Садвакасова, член политсовета, заместитель директора Института общественной политики партии Аманат. Арман Токтушаков, эксперт Института мировой экономики и политики. Урзгалий Сельтеев, директор Института евразийской интеграции. И Айдар Амрибаев, директор Центра политических исследований. С удовольствием вас всех приветствую, уважаемые гости. И госпожа Садвакасова, вот буквально вчера, накануне я беседовал с двумя представителями политических партий. Народной партии Казахстана и партии АУ. Ну, что касается партии АУ, там все понятно, у них свой кандидат. Вот, но альянс Аманата, с НПК и с Ахжолом лично у меня вызвал очень такой, очень живой интерес. Вчера, значит, руководитель НПК, он, собственно, объяснил позицию своей политической организации. Хотелось бы от вас услышать вот что. Если речь идет о альянсе, да, о коалиции точнее, то значит ли это, что все стратегические и тактические решения в течение, вот, так сказать, электорального периода, в течение предвыборной агитации и так далее, все три политические партии будут принимать вместе. Я почему акцентирую внимание именно на политических партиях, потому что, ну, так сказать, общественные организации вещь такая, они, так сказать, вольны поступать как угодно, но у политических партий обычно, так сказать, в привычном понимании всегда разные политические платформы, разные там цели, задачи и так далее. А в данном случае вы объединились. Очень интересный вопрос. Добрый вечер, коллеги. Большое спасибо. По поводу народной коалиции я бы здесь хотела отметить, что общественные, что политические партии это тоже общественные организации, поэтому я бы в данном случае не стала выделять именно три политические партии, а говорила бы в целом от коалиции. Если говорить касательно выработки общих стратегических планов, то на предстоящий электоральный период, на президентские выборы у нас будет единый план, у нас будет создан единый общественный штаб, куда войдут представители всех партий, но при этом это не отменяет как бы индивидуальности каждой политической партии, так как вы отметили у нас у каждой своя миссия, свой электорат, своя политическая доктрина и так далее. Поэтому это объединение, оно временное, оно на время проведения президентских выборов. Это не означает, что когда мы войдем в электоральный цикл предстоящих парламентских выборов, мы будем действовать также коалицией. То есть, сразу же союз распадется и вы окажетесь, образно говоря, по разные стороны баррикад. Я правильно понимаю? Ну, решение, конечно, в дальнейшем принято на съездах партии, когда уже мы войдем в период, но уже сейчас есть заявления от других политических партий, в частности, к примеру, лидер партии Ахжол четко дал понять, что парламентские выборы, они сами в коалицию вступать не будут. Ну и, скорее всего, учитывая ту инфраструктуру, которая есть у партии Аманат, на парламентских выборах мы будем представлены самостоятельно. Но это не мешает нам объединиться в коалицию в рамках предстоящих президентских выборов. И здесь, скорее всего, как я уже отметила, в единый республиканский штаб будут входить представители всех партий. И поэтому, когда будут разрабатываться стратегии, в том числе, как проводить агитацию, то есть делается мнение всех, не только трех политических партий, но и тех общественных объединений, которые также выдвинули Касмжомар Токаева как своего кандидата на президентские выборы. Хорошо. Но я почему-то, так сказать, рассматриваю общественные объединения несколько, так сказать, отдельно. Ну, потому что, на мой взгляд, во всяком случае, я вчера об этом говорил, потому что, ну, именно у политических партий, так сказать, основная сверхзадача своего рода – это именно борьба за власть. То есть для того, чтобы потом с помощью этой власти, так сказать, притворять свои политические платформы в жизнь. Хорошо. Я принимаю ваш ответ. Но вот просто хотелось бы представить вот этот момент, когда представители всех трех партий соберутся в предвыборном штабе и возникнет вопрос о, так сказать, решении каких-то тактических или стратегических вещей и так далее. И понятно, что это, так сказать, все равны, но, тем не менее, одни, наверное, более равны, чем другие. Все-таки чье слово будет решающим? Ну, как бы понятно, что партия Аманат – это самые многочисленные, что у партии Аманат – очень разветвленная инфраструктура, у партии за плечами большой опыт проведения нескольких электоральных кампаний, и в том числе, как бы, они все успешны, как кандидаты от Аманата, становились президентами. Конечно, ядром республиканского штаба, скорее всего, будет партия Аманат, но, тем не менее, это нисколько не умаляет опыта и тех предложений, инициатив, которые будут выдвинуты от других членов коалиции, и от общественных объединений, и от других политических партий. Так как уже было принято решение объединиться, и цель четко была определена, единая цель, я думаю, что здесь и будут максимально учитываться положительный опыт всех участников коалиции, и не будет возникать каких-либо споров, как проводить агитацию, как вообще проводить электоральную кампанию, поэтому я думаю, что метод компромисса, консенсуса в данном случае будет единственным вариантом. Очень надеюсь. Ну, хорошо. Господин Токтушаков, насколько я знаю, из международной практики основным критерием легитимности выборов, их прозрачности, их стопроцентной успешности и надежности в глазах мирового сообщества обычно считают присутствие международных наблюдателей от разных стран, от разных международных организаций, от разных структур и так далее. Как вы думаете, на предстоящих 20 ноября выборах президента мы увидим большое количество международных наблюдателей? Да, спасибо за вопрос. Ну, на мой взгляд, я думаю, что, как и обычно, как и на предыдущей президентской избирательной кампании, представители международных организаций будут присутствовать в качестве наблюдателей, но и помимо международных наблюдателей, я думаю, будут присутствовать и те организации, которые активно участвовали в процессе наблюдения в 2019 году, представляющие различные общественные объединения. И, понятное дело, их задача будет максимально проконтролировать, сделать так, чтобы процесс был максимально прозрачный, справедливый, чтобы не было нарушений. И в целом, участие наблюдателей будет проходить в таком достаточно открытом режиме. Я слышал, что со стороны наблюдателей озвучилась критика относительно того, что в этом году вносятся законодательные изменения, которые предусматривают их ограничения. Но тут, на самом деле, в принципе, госорганы выступили и сказали о том, что данные правила, они направлены не на то, чтобы не огранились наблюдатели, а в том, чтобы, скажем так, урегулировать их, и чтобы их деятельность носила полностью такой, скажем так, полностью отрегулированный характер. Понимаю. А с вашей точки зрения, все-таки, ну, скажем так, присутствие наблюдателей каких, ну, так сказать, наиболее все-таки важно, эффективно и, так сказать, более статусно? Международных или все-таки своих внутренних, но от, там, оппозиционных партий, организаций, объединений и так далее? И все-таки выбора, это же наше внутреннее дело. Да, я понимаю, да. Я думаю, что здесь не следует разграничивать, какие более приоритетные, какие более важные. Я думаю, что здесь нужно, как бы, в целом подходить, что и участие международных наблюдателей, и внутренние наблюдатели, их участие будет расцениваться, как бы, равнозначно. Важность их участия, я думаю, что будет, как бы, и тех, и других. Согласен, согласен. Что ж, я напомню, что в нашем разговоре также участвует директор Института Евразийской интеграции, Орсгалей Сельтеев. Господин Сельтеев, вот мы с вами буквально на днях разговаривали о, ну, скажем так, об активности, что ли, людей, да, и, ну, вы тогда сказали, что, если я не ошибаюсь, по-моему, это вы говорили о том, что, ну, вот в какой-то части казахстанского общества, так сказать, есть, назрели некие протестные настроения, и для того, чтобы они были конструктивно решены, как раз-таки и важно участие людей в выборах, так сказать, для того, чтобы у людей была возможность, сказать, что-то действительно менять в своей жизни, в своей судьбе, в жизни страны и так далее. На ваш взгляд, то, что мы сейчас видим по набору, ну, пока еще, так сказать, просто выдвиженцев, некоторые из них уже кандидаты, так сказать, имеют право собирать подписи, некоторые пока просто выдвиженцы, о чем это может говорить в качестве среза этого общества, своего рода, так сказать, как некий геологический пласт. Добрый вечер. Можно я сначала отвечу, вот прокомментирую ваше начало дискутии, потому что я все-таки не согласен, согласен больше с вами с тем, что вы правильно выделяете роль политических партий. Несмотря на то, что, да, по юридическому статусу все они являются республиканскими общественными объединениями, но у партии есть более или менее отлаженная инфраструктура, особенно у правящего Моната, да, с точки зрения филиалов и так далее, людей, плюс и у Акжола с НПК. А те республиканские общественные объединения, это, ну, 5-10 человек, которые имеют в своем аппарате и, в общем-то, ресурсов у них никаких практически нет. Меня слышно, да? Я вас слышу, хорошо, да. Да. И поэтому здесь не надо лукавить, надо конкретно и четко обозначать эти вещи. В большей степени эти организации имеют такое, участие этих организаций имеет символический характер, и оно подчеркивает, что вот те или иные движения и организации поддерживают тоже кандидатуру Касандр-Маркина и Тукаева. Теперь то, что касается коалиции. Здесь тоже нужно четко прояснять людям, что все понимали. Коалиция как такового статуса не имеет никакой формы. Она, это, безусловно, что-то в роли движения в поддержку президента, действующего президента, но каждая организация самостоятельно выдвинула его в качестве своего кандидата. И поэтому мы условно можем называть это вот такой народной общественной коалицией. Это надо четко понимать. Одну минутку, одну минутку. Я правильно понимаю, что тогда, исходя из этого тезиса, можно предположить, что, опять же, каждая из партий будет, ну, скажем так, по-своему решать его предвыборные задачи и так далее. То есть, по сути, мы увидим не единую некую стратегию, а, может быть, три параллельные стратегии одновременно. Или нет? Нет, стратегия будет единая, потому что раз эти люди, организации, эти субъекты выдвигать именно одного кандидата, то и, безусловно, будут согласованы. Надо понимать, что сразу, чтобы люди не путались, вот вы говорите, как будет потом. На парламентских каждая партия будет сама за себя. Здесь надо понимать, что избирательные блоки у нас законодательно не предусмотрены. Поэтому никто не может выдвигаться где-то в паре или в тройке и так далее. Это юридические вещи надо конкретно различать. И то, что касается того, что я сказал по партиям. Понятно, что ядро это будет Нуратанов, точнее Амананов. С учетом, да, с учетом, что у него есть вот эта разветвленная инфраструктура, есть и финансовый ресурс, здесь лукавить надо, они больше, чем у остальных партий. И остальные общественные движения, включая там НПК и Акжоу, они, их люди больше выступят в роли обычных агитаторов. Это надо тоже четко понимать. Но, безусловно, единый штаб, единая согласованная избирательная стратегия, тактика и так далее. Здесь по-другому и никак. Тогда нет смысла было бы в этой коалиции вообще. Вот. А теперь то, что касается, почему согласились. Я вам говорил, и Народная партия, и Акжоу, они таким образом в большей степени отказавшись, скажем так, условно от президентских амбиций, они пытаются заручиться, скажем так, большими условиями, обстоятельствами, факторами, которые позволят им именно в парламентской гонке получить большую долю, больше места. Маслихатов, Можелиси и так далее. Вот. Поэтому это, в общем-то, нормальная политическая практика. Здесь я ничего не вижу. Но вот эти вещи надо отвечать, чтобы люди не путались в этом. Понимаю. Теперь то, что касается вашего вопроса, с точки зрения того, какие выдвинуты сегодня кандидаты, проявили, скажем так, свои амбиции, решили участвовать в президентских выборах, это ни в коем случае не является срезом того, какой является палитра нашего общества. Потому что, ну, инициатив может быть куча, может быть и вы выдвинетесь, если, скажем, соответствуете всем требованиям, да, но это не факт, что вы представляете какую-то конкретную социальную группу, и либо эта социальная группа будет за вас голосовать на предстоящих выборах. Здесь я разделил бы все, скажем, весь электорат и всех кандидатов на три группы, да. С точки зрения прогнозов, я предполагаю, что, скажем, действующий президент, Касанжимар Токаев, наберет порядка 70-75%. То есть это как раз вот тот самый консервативный электорат, это тот самый электорат, который сегодня понимает, что пора прощаться со старым Казахстаном, переходить к новому справедливому с точки зрения тех ориентиров, которые поставило государство. А вот вторые две доли, это условно, вот скажем, оставшиеся 25-30%, это протестный электорат, который, в общем-то, есть и всегда был. Если, скажем, до 2021 года у нас это варьировалось цифра где-то примерно до 15%, сейчас сложно сказать, у меня нет данных, я не обладаю, но это одна часть. А вторая часть — это неопределившийся электорат. То есть вот как раз вот за вот эти две группы, вот этим всем остальным кандидатам, сколько бы их не зарегистрировали, им придется как раз и бороться, и делать ставку именно на вот эти две доли. И вот это они должны понимать, потому что претендовать на те 70-75, ну уже априори нет смысла, а вот здесь можно как раз-таки заработать хорошие электоральные очки и политический капитал на будущее. Понимаю, да. Но вот я общался вчера и сегодня с первым заместителем руководителя партии АУЛ, господином Рахимбековым. И, кстати, он мне сказал очень такую интересную вещь, хотя и достаточно простую, о том, что всегда, идя на вот такой электоральный, так сказать, образно говоря, поединок, он всегда целится именно на победу. Ну, мне кажется, это как раз-таки показывает хороший боевой настрой. Принимаю ваш ответ, но, господин Абрибаев, вот только что господин Сельтеев сказал, что, ну, не стоит рассматривать набор, так сказать, имеющихся выдвиженцев как некий срез общества. Ну вот, хотелось бы узнать ваше мнение, потому что лично я здесь не совсем согласен. Вот на мой взгляд, то, что уже на данный момент выдвинуты две женщины, мне кажется, это уже говорит о том, что, ну, так сказать, женская половина Казахстана становится все более активной, все более, так сказать, политически активной, у нее появляются больше амбиций в плане управления страной и так далее. А вы что думаете? господин Абрибаев, у вас, по-моему, звук не включен. Включите, пожалуйста, звук. Так, вот теперь я, кажется, слышу, да. Конечно, да. Я тоже, конечно, в связи за Уразгалий хотел бы там откомментировать, ну, хотя, в принципе, его комментарий был достаточно исчерпывающим, я тоже считаю, что, в принципе, это тактическое решение, да, вот в создании коалиции, значит, вот в отношении наблюдателей, конечно, я считаю, что все-таки для действующего президента, значит, если, ну, дальше, как бы, даст Бог, он там пройдет, для него очень важным является мнение внутренних наблюдателей, ведь он хочет, на самом деле, заручиться поддержкой и легитимностью его три страны. Вовне, в международных отношениях он, в общем-то, обладает достаточным таким вот имиджем и, с этим возможностью, да, ну, авторитетом, условно говоря, значит, поэтому вот если по этим двум вопросам, в отношении, значит, самого электората, да, то, конечно, значит, мы имеем то, что имеем, на самом деле, как бы, вот эти выдвиженцы, они, в общем-то, олицетворяют собой, значит, вот тот определенный срез активного, значит, активных общественных слоев, значит, вот здесь, кстати, очень существенная поправка активных, вы совершенно правы. Да, активных общественных слоев, которые, в общем-то, объединены в разнообразных республиканских общественных объединениях, как минимум, а то и являются членами той или иной политической партии. То есть, в принципе, заведомо они, естественно, политические партии, я согласен здесь с вашим тезисом, что партии однозначно должны ставить цель завоевания власти. И в этом плане, кстати, вступление в коалицию — это своего рода такое наступление на борло, да, собственным политическим амбициям, властным амбициям той же партии НПК или там Маджоу, да, то есть, в принципе, любая политическая партия должна быть прежде всего нацелена на достижение власти. Это ее изначальная функция, да, однозначно. Что касается республиканских общественных объединений, да, они могут охватывать и неполитические какие-то цели, задачи там и так далее, да. То есть, вот в этом смысле, конечно, значит, выдвиженцы от республиканских общественных объединений, они выражают определенные, скажем так, отдельные какие-то направления, да, вот общественных озабоченностей тем, которые заботят те или иные группы населения. Но в целостном таком политическом виде, конечно, нужно обратить внимание прежде всего на выдвиженцев от политических партий. Они — это люди, которые имеют непосредственные такие прямые политические амбиции. В том числе, кстати говоря, и выдвиженцы, которые, скажем, вынуждены были выдвигаться от республиканских общественных объединений, поскольку, значит, их партии не были зарегистрированы до сегодняшнего дня. Но у этих лиц есть серьезные политические амбиции. Поэтому здесь, в общем-то, интрига все равно сохраняется, поэтому, так сказать, будем ждать следующего, так сказать, тура, значит, вот предвыборной гонки, там, регистр, оформление, там, сбор подписей, да, там, по-моему, порядка 120 подписей надо собрать и так далее, там, провести достойную регистрационную кампанию. То есть вот масса еще предстоит такой вот работы рутинной. Поэтому, как бы, думаю, что все-таки интрига сохраняется, и она отражает, в общем-то, определенный спектр активного, общественно-активного населения страны. И чтобы зрителю было удобнее, да, или проще разбираться как раз-таки в этой интриге, я предлагаю, вот вчера мы показывали небольшие такие, ну, своего рода видео-досье на каждого из выдвиженцев, каждого из кандидатов. Предлагаю сегодня, так сказать, посмотреть еще, по-моему, четыре из как раз-таки тех, которые вчера мы не показывали. Давайте все разом покажем. Алиев Жуматай Алиевич, доктор философских наук, академик Академии сельскохозяйственных наук Республики Казахстан, академик Международной академии информатизации. В разные годы был депутатом Ажелиса парламента, заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана. Известен своей законодательной инициативой по выплате холостякам старше 30 лет 300 тысяч тенге, дабы оказать финансовую поддержку молодым семьям. Выдвигается объединением Халак Демографиасы. Алиев уже выдвигал свою кандидатуру на пост президента Казахстана на выборах в 2019 году. Ергалиев Талхат Файзулиевич, уроженец Селеноградской области. В разное время был депутатом Ажелиса парламента и членом Комитета по экономической реформе и региональному развитию, а также кандидатом в депутаты Ажелиса от партии Акжол. На данный момент является председателем Республиканского объединения юридических лиц Союз строителей Казахстана. Они же его и выдвинули кандидатом на пост президента. Турсенбекова Салтанат Пархатовна. Общественный деятель и правозащитник. Активно защищает гражданские права женщин и детей. Являлась руководителем проекта «Казахстан без насилия в семье». В продолжительное время работала на ответственных должностях в госструктурах. Выдвинута от общественного объединения «Казаха на ларе» Габжарилов Хайрула Мугавиевич. Уроженец Муголжарского района Октюбинской области. Историк, общественный деятель, меценат. Является одним из авторов дизайна первой казахской национальной валюты «Тинге». Выдвинут кандидатом андреспубликанского общественного объединения уралманов «Асар». Нет, я пока жду вопросов от вас. Меня просто выключили из эфира, я поэтому спрашиваю. А, нет, нет, вас не выключали из эфира, просто четверо экспертов. Мне очень удобно, дискуссия не пышная, поэтому. Я понимаю, да, технические ограничения у нас есть. Ну, хорошо, раз в любом случае вы на связи, тогда смотрите, вы говорили о том, что возможный расклад может быть по голосам 70-75 на, значит, 30-25. Ну, а что касается, ну, мы с вами, по-моему, этот вопрос уже несколько обсуждали, тем не менее, хотелось бы к нему вернуться. А что касается именно активности электората, активности людей, ну, вот, долго же говорили, да, в Казахстане о том, что люди стали политически апатичны, или как это правильно называется, аполитичны, так сказать, и так далее. Но вы видите какие-то изменения в обществе, что люди стали больше интересоваться политикой, внутренней политикой? Безусловно. Особенно после январских событий, вот, наши исследования показывают, что люди стали гораздо больше интересоваться, стали читать именно новости, которые касаются политики, то, что касается государственных программ, инициатив, это безусловно. Но вот здесь вот важно теперь нам всем повышать и доверие к электоральному процессу, да, то есть вернуть людей к тому, чтобы как минимум обозначить мотивы, почему люди должны ходить на избирательные участки. Ну, мы с вами говорили о том, что даже если критиковать действующую власть, нужно сходить и проголосовать там за или против, и потом иметь моральное право на вот эту критику. Но плюс здесь вот многое будет зависеть как раз от вот этих остальных кандидатов. Очень важно, я призываю к тому, чтобы их предвыборные программы были максимально содержательными, деловыми, конкретными, содержательно проработанными. Потому что вот так волна, которая, скажем, была в период президентских кампаний 15-11 года, она недопустима. То есть вот как раньше там народные коммунисты выходили с борьбой против фастфуда или киноиндустрии Америки, ну, такое просто не должно. То есть люди должны выходить, вот эти кандидаты с конкретными, если даже и с точечными, скажем, решениями, предложениями, но и в целом должно быть у всех, даже если они понимают свою обреченность, да, но я, как уже сказал, важно бороться вот за вот эти там 25-30 процентов, а этот электорат для будущего своего политического капитала. Поэтому надо выходить с такими целыми программами, чтобы вообще было видение на развитие государства и общества. Ну и какие-то акценты, скажем, если это аграрный, человек, который представляет аграрный сектор, то понятно, что сюда будет больше. Если вот у нас зарегистрировался вроде бы человек, который будет представлять интересы хандасов, то вот здесь тоже. Две женщины есть, понятно, и на гендерную тематику. Но им тоже будет очень тяжело в этом смысле, потому что фактически Касанжимар Тукаев уже по всем направлениям обозначил вот эти моменты, куда будет по конкретным сферам, да, как будут решаться вот эти системные, то есть старые проблемы с системными решениями. Но все же с учетом того, какие у нас проблемы есть на уровне исполнения и в части и правительства, и акиматов на местах и так далее, и какое есть к ним недоверие, то на этом можно очень хорошо сыграть и заработать электоральные очки в любом случае. То есть вот даже точечно нащупать вот эти проблемы, болевые точки, я бы так сказал, и на них можно давить, безусловно. Но опять же, это должно выглядеть респектабельно, солидно. Не надо обманывать избирателей, это самое главное. Вот глубокое заблуждение в том, что, скажем, многие люди во власти, и в том числе даже вот те, которые вот сейчас кандидаты, у них может быть такое заблуждение, как будто бы большинство казахстанцев, наших граждан не разбираются, да, или поведутся на какие-то, скажем, фишки, которые будут только ради хайпа, популизма и так далее. Нет. У нас избиратель, вне зависимости от возраста каких-то демографических, этнических, половых характеристик и так далее, все очень хорошо понимают, что происходит, все понимают, какие есть ошибки, проблемы в стране. И, в общем-то, мы даже когда проводили свои исследования, фокус-группы, мы видим, что люди как минимум хотят уважения и диалога. И вот это надо помнить. То есть к избирателю, к электорату надо относиться с уважением. Это самое главное. Хорошо. Иначе можно потерять уважение к себе навсегда. Хорошо. Тогда, госпожа Садвакасова, ну, раз господин Сельтеев обозначил, да, так сказать, что необходимо очень серьезно, взвешенно и, так сказать, именно с конкретными вопросами, проблемами подходить к избирателю и к агитационному процессу. Какие вопросы планируете, так сказать, ставить во главу угла? Вы имеете в виду в рамках предвыборной программы кандидата? Да. Но предвыборная программа еще не оборотована, она находится в стадии разработки. Но, как бы, могу заверить, что там будут достаточно глобальные, стратегические, системные вещи, которые будет предлагать наш кандидат, это Касмжамар Кемельевич Тукаев. В принципе, в предвыборной программе найдут отражение, продолжение тех реформ, которые были начаты с 2000 года, с момента его президентства. Мы знаем, что было объявлено пять пакетов политических реформ. Очень много инициатив было озвучено в социально-экономическом плане. Начата реформа судебной системы, правоохранительной системы. И ожидаемо, что в предлагаемой предвыборной программе эти реформы будут продолжены, усилены, и там будут отражены более такие системные глобальные вещи. Ну, это пока все, что я могу сейчас сказать, так как предвыборная программа еще не обнародована, не объявлена. Официально к процессу агитации мы не приступили, поэтому вот пока все, что я могу сказать... А от себя предположить, рискнуть вы, так сказать, не рискнете, да? Ну, в курсе примерно тех вещей, которые там будут заложены, поэтому от себя ничего добавлять не буду. Хорошо, ладно, подождем буквально немного, осталось до агитационного периода. Что ж, господин Токтушаков у нас на связи? Пока нет, да? Хорошо. А господин Абрибаев? Ага, понимаю. Хорошо. Господин Сельтеев, тогда, так сказать, мы говорим о, в том числе, ну, вот вы сказали, как вы назвали термин, политическая клоунада, да? Но я ведь понимаю, что в том числе вы имеете в виду и попытки, так сказать, политических и общественных организаций просто-напросто привлечь внимание избирателя к своим, так сказать, ну, идеям, к своим кандидатам и так далее, и тому подобное. На ваш взгляд, культура политической борьбы в Казахстане, так сказать, если можно очень коротко, она есть или ее нет? Конечно, нет. Ее не может быть. В условиях того политического застоя, я по-своему говорю, когда у нас многие вещи, скажем, производились искусственно, ее не может быть. Мы только начинаем. Вот для этого, в общем-то, и мартовский пакет политических реформ был предложен вот в рамках вот этой концепции Второй Республики. Для этого мы июньский референдум провели. Для этого мы дальше будем углублять, производить какие-то политические изменения, чтобы создать вот эту открытую конкурентную политическую среду. Сейчас, безусловно, еще рано пока об этом говорить. И поэтому у нас, в общем-то, и культуры политических дискуссий нет. И у нас вообще, видите, у нас еще вот очень неправильное понимание политической культуры. Мы когда говорим про политическую культуру, мы односторонне понимаем с точки зрения политического поведения граждан. Но здесь надо еще вести и речь о самих политиках и управленческой элиты. То есть об вот этой части, вот и у них тоже нет той самой политической культуры. Это вот как раз даже с точки зрения уважения своих избирателей, своего электората. То есть отношения, общения, диалога с ним. Но вы посмотрите на Акимов и министров, как они отвечают на вопросы и как они реагируют на жалобы и обращения. Вот поэтому еще до этого, скажем так, расти и расти. Но опять же, я говорю, многое будет зависеть от активности самих граждан. Безусловно. Господин Набрибаев, ваше мнение, сказать, о наличии или об отсутствии политической культуры, именно культуры политической борьбы в Казахстане. Просто у меня такое ощущение, что у нас как-то под словом борьба подсознательно сразу подразумевают нечто, так сказать, подпольное, нечто, так сказать, делающееся где-то в подвалах тайком. И все это, так сказать, сопровождается страхом, риском и так далее. А ведь в цивилизованных странах как раз-таки эта борьба ведется постоянно и ведется вроде как цивилизованно. Нет? Я позволю себе подискутировать с уразголей и сказать, что у нас политическая культура, она имелась и имеется, да, но просто политическая культура иного типа, да, то есть вот она закрытого типа, я бы сказал, такая авторитарного характера. То есть вот в принципе, когда политическое поведение, оно диктуется определенными государственными структурами, уполномоченными, да, то есть вот в принципе в политическое поле не допускаются какие-то альтернативные кандидаты, политические программы, да, то есть вот в принципе идет, ну, такая вот, я бы сказал так, подковерная борьба. Поэтому в принципе задача вот этого всего процесса политических реформ вывести это на белый свет, да, сделать в принципе политический процесс транспарентным, прозрачным, да, конкурентным. То есть вот в принципе инициативы нашего президента Касамжима Артемельевича Тукаева, начиная с инициативы 2019 года о слышащем государстве, они предполагают как раз вот открытие общества, да, создание вот этих условий для свободной демократической политической культуры. Понимаю. Понимаю. Господа режиссеры, у нас осталось время. Да. Господин Сельтеев, я вижу, что вы просите слово, у нас одна минута, так сказать, у вас секунды. Да, я бы хотел добавить, что здесь в общем-то и дискуссии как таковой нет. Я согласен. Это называется подданнический тип политической культуры, которая сейчас доминирует в нашем обществе. А вот как раз таки в рамках второй республики президент поставил задачу вот сформировать и развивать именно гражданскую политическую культуру. Вот здесь вот я почему акцентирую внимание, что мы слишком фокусируемся на политическом поведении только граждан, но мы должны говорить о поведении элиты. То есть те, которые работают и в госаппарате, и те, которые в общем-то участвуют непосредственно в политике. Вот этой культуры пока у нас еще нет. Согласен. Культура ответственности, да. Культура ответственности, политическая ответственность за свои обещания, за свои программы и так далее. Безусловно. Ну, на самом деле, господа, есть хорошая новость. У Хабар-24 есть кое-какие идеи, как поднять как раз таки эту политическую культуру, во всяком случае политических споров, дискуссий и так далее. Но об этом пока рано говорить, не буду забегать вперед. Что ж, это все, что мы успели обсудить к этой минуте. Огромное спасибо всем экспертам за то, что приняли участие в нашей беседе, ответили на все вопросы. Дневная смена завершает свою работу. В эфире телеканала Хабар-24. Увидимся завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова